Осьминог Бесконечности представляет Афоризмы на тему Возможное и Случайное Очень удобно быть основой культуры, тем, к чему постоянно возвращаются. Какие бы новшества не появлялись, за ними всегда идёт эпоха Возрождения, но мало кто говорит о том, что эта основа просто одна из огромного количества возможностей. Основа могла быть другая, и тогда бы мы вечно возвращались к совсем другим истокам. Рынок – это случайность. Когда я говорю о возможности, то подразумеваю бесконечность, дурную бесконечность, в которой нет ничего дурного. Все концепции общества, выстроенные вокруг рынка и экономики, я считаю идеалистическими по той причине, что никакого рынка и никакой экономики нет. Они не имеют физического существования. Они подобны универсалиям. Рынок и экономика – выдуманные субстанции, и всякий, кто строит на них свою философию, то строит её либо на вымыслии, либо на истинном, что маловероятном, идеалистическом восприятии этих абстрактных понятий. Теория вероятности наивно верит в то, что у вероятности есть какие-то правила, потому что только так и можно описать её математически. Но никаких правил нет. Подлинная вероятность не подчиняется математическим законам людей. Человек, раскрывший свою потенциальность, перерастает личность, и всё личностное, перерастает индивидуальность, и всё индивидуальное, он становится всем сразу, будто бог Шива, пронизывающий этот мир своим безостановочным танцем иллюзий. Потенциально человек никогда не является чем-то одним, но он может стать единым для необъятного множества разнородных состояний. Вероятные и невероятные допущения не отличаются друг от друга. Суждение вероятности – обыкновенное мнение. Во всех возможных мирах у нас один конец. Закономерности хоть и случайны, но их можно создавать вполне целенаправленно. Необходимость нашей решении необходимо есть, чтобы жить. Но необходимо ли жить? Потому нет ни одного фундаментально необходимого человеческого действия или знания. Существующий мир – акциденция. Изучая его, изучаешь пустоту, не имеет никакого значения существовавшая история, если рассматривать её без учёта возможностей. Она пустой звук, и даже отзвук бесконечного количества альтернативных миров. Никакой ценности нет у одной единственной истории, есть ценность у бездны возможных историй. Нет никакого закона в одной единственной исторической данности. Закон следует искать во всех исторических альтернативах. Лишь используя абсолютную целокупность всех возможных и существующих фактов будущего, настоящего и прошлого, можно разрешить проблему истинности большей части философских и фундаментальных научных теорий. Эта целокупность без мистических способностей нам недоступна. Отрицание мистики с необходимостью ведет нас в бездну бесконечных споров, и это нормальное следствие плюралистической природы человека. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарии и смотри следующее видео.